Перед теми премиума я говорил, что Единая Россия будет с просьбой возглавить партийный список на выборную областную думу. Что ответится? В принципе, мне к ответственности не привыкать, но это решение должно быть коллегиально. И потом я хочу сказать, что решение о формировании тройки – это решение не только партийной конференции региональной, но в том числе и решение президиума Генерального совета и Бюро высшего совета партии Единая Россия. То есть это такой процесс двух ключей. Поэтому, если товарищи поручат, будем выполнять. Владимир Сергеевич, немного другой вопрос. Вы недавно вернулись с экономической формы в Петербурге. Какие, может быть, договоренности удалось подписать? Интересно для Тульской области, полезно? Может быть, инвест-проекты? Мы стараемся все-таки не говорить о первичных проработках, а мы говорим уже о заключенных проектах, те проекты, которые будут реализовываться в ближайшее время. Наработок много. Задача у нас очень простая. У нас с учетом всех процессов по демографии, с учетом процессов по формированию Тульской и Новомосковской агломерации, куда в том числе попадает узловая, часть Киреевская, весь Новомосковский, весь Ленинский район с учетом Большой Тулы, то нам необходимо до 2020 года создать дополнительных, подчеркиваю, дополнительных, не менее 40 тысяч рабочих мест в рамках границы Тульской и Новомосковской агломерации. Соответственно, проект технопарка «Узловая» позволяет нам создать порядка 30 тысяч. То есть мы понимаем, что «Узловая» у нас будет заполнена достаточно быстро. Мы думаем, что в течение 3-3,5 лет мы заполним его полностью. Там возможно размещение до 50 предприятий. Базовые предприятия у нас уже на сегодняшний день есть. В ближайшее время мы заключим и начнем строительство еще 4 предприятий. И понимаем, что нам нужно здесь еще как минимум 10 тысяч рабочих мест. А в целом по области задача стоит, помните, чуть больше 100 тысяч рабочих мест до 2020 года. Новых, я подчеркиваю, о новых местах. Ну, будем эту задачу выполнять. И уверен, что должна появляться конкуренция за работниками не только между регионами, с коей мы тоже уже начинаем сталкиваться, но и внутри региона, между муниципальными образованиями. Владимир Сергеевич, сейчас самая обсуждаемая тема, это, конечно же, строительство завода, автомобилей, выграет волк. Когда начнется реализация проекта, первые шаги, какие они будут? Соглашение, оно носит не рамочный характер, а это как раз четкая дорожная карта по взаимоотношениям государственной корпорации и развитии компании Great Wall. В августе месяце планируется начать строительство. И мы планируем, что это будут две очереди строительства. Первый этап – это, соответственно, сама сборка, штамповка и так далее. Второй этап – это строительство, производство по изготовлению автомобильных двигателей. Общий проект до 2700 рабочих мест. Первый этап – 1600, еще 1100, 1200 – это второй этап. То есть, соответственно, уже в 17-м году мы планируем получить первые автомобили для продажи. Ну и, соответственно, будем тоже пользоваться. Но вы об этом говорили, можно еще раз у вас подпратить? Да, будем покупать автомобили нашего турского производства. Вы готовы пользоваться автомобилем? Да, у меня как раз служебный автомобиль к тому моменту должен износиться. Я подумал, что лучше не автомобильного покупать, а уже сразу завод. Правильно? А долго эти переговоры длились? Или предложение было настолько интересным, что Китай сразу не приняло? Ну, вы знаете, переговоры не были быстрыми, они были достаточно долгими. И с течением, когда мы начали заниматься чуть больше полутора лет назад этим проектом, в принципе, никто не верил, что подобный проект может быть реализован. Но с течением многих обстоятельств и упорства работников нашей Тульской корпорации развития и, соответственно, сотрудников Министерства экономического развития, Министерства промышленности Тульской области привели к заключению соглашения. Вот, мне кажется, неплохое начало. А дальше... Ну, слушайте, у нас с рабочими местами в целом ситуация очень неплохая. В целом неплохая. Нам нужно больше теперь Тульяков, поэтому надо работать над демографией. Поэтому, надеюсь, что журналисты тоже не будут в стороне, будут принимать активное участие в решении демографических вопросов Тульской области. Татьяна Сергеевич, сегодня все обсуждают вашу статью в «Молодом коммунарии». Скажите, почему вы такой формат выбора и, скажем, обращения, не интервью или другое, а через поле? Ну, интервью, это... формат интервью, он тоже есть, да, и мы совсем недавно встречались с большим полом журналистов региональных и районных средств массовой информации. Но это все-таки статья, которая посвящена развитию промышленного производства, развитию оборонно-промышленных предприятий на территории Тульской области. И почему выбран именно был «Молодой коммунар», потому что это как раз то издание, которое пользуется авторитетом у наших оборонщиков. И мне кажется, это как раз та целевая аудитория. Ну и, вы знаете, я хочу сказать, что Тульская область, она исторически оружейная область. И, конечно, важно развивать все отрасли экономики. Но очень важно сохранить вот ту историю, более чем 300-летнюю историю создания тульского оружия. И не только сохранить ее как историю, но и развить, дать ей новый импульс. Этим будем заниматься очень активно. Продолжение следует...